Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу прикольный скрипт для DORS на автоматический поиск конфет. Для этого переходим на мой личный сайт, также ссылка на него как всегда будет в описании. Далее, если у вас нет никакого чита, переходим во вкладку Exploits и скачиваем чит от GGSploit. Сразу скажу то, что данный чит может работать, к сожалению, не у всех. То есть как повезет, у кого-то он работает, у кого-то нет. Можете попробовать, испытать удачу, если у вас будет работать, то считайте, что вам повезло. Далее, в поиске пишем название режима, нажимаем поиск. И вот он этот скрипт на поиск конфет. То есть он показывает SP на конфеты и дистанцию. Остальные функции, ну такие себе. Значит, чтобы его получить, нажимаем кнопочку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Мы его копируем. Дальше открываем чит. Давайте заново его откроем. Тут не пишет то, что есть новая версия. Просто нажимаю кнопочку «Да» и все. Так, теперь заходим в Roblox. Также советую заходить в Roblox через рабочий стол. Через вот эту вот иконку. То есть через приложение. Потому что если заходить через браузер, то есть вероятность того, что чит не сможет заинжектиться к режиму. Так, теперь заходим в Doors. Ждем пока загрузится. В принципе, довольно быстро у меня загружается. Отлично. И как видите, у меня появилась картинка и надпись «GD-Sploit Injected». То есть у меня инжект прошел. Отлично. Дальше получается, заходим теперь в Event-локацию. Ждем пока она загрузится. Здесь уже немножко подольше. Занимает примерно около минуты. Ну, ждем сейчас. Так, все отлично у меня зашло. И погнали смотреть, тестить. Я уже до записи видео проверил скрипт и собрал 14 конфет. Буквально где-то минут за 5. Может быть даже меньше. Так, теперь заходим в Lua Executor. Дальше сюда вставляем скрипт. И нажимаем кнопочку «Run». И ждем пока он появится в игре. Так, все, он появился. Отлично. Перемещаем куда вам будет удобно. Далее включаем Candy SP. И «Показать дистанцию». Только вопрос, почему сейчас у меня ничего не показало. Странно. Так, ладно, давайте начнем играть. А, нет, вот показало. Сзади меня находится конфета. Окей, давайте ее возьмем. И съедим. Ох, ё-моё, она ядовитая поход была или что. Но зато мне сразу 5 конфет начислили на баланс. Окей, ладно. Погнали дальше. Единственное, что, короче, минус этого скрипта. Он хоть и показывает, где находятся конфеты, но, к сожалению, он не может показать конфеты, которые находятся в ящиках. То есть, это довольно плохо. И придется ящики полностью просматривать вам самим, потому что, к сожалению, он там их не может увидеть и найти. Вот. Если бы они были открыты, то он бы показывал, в каких ящиках лежат монеты. Ну, точнее, конфеты. А из-за того, что они закрыты, скрипт их увидеть не может. Так, это, скорее всего, ядовитая, нет? Давайте посмотрим. Нет, нормальная. Окей. Ой, сразу другая выпала. Окей. Отлично. Все. Короче, вот таким образом бегаете по локации, пармите эти, получается, конфеты. Ищите. Вот. Самое главное, получается, не съесть ядовитую конфету. А то придется заново начинать и играть. Вот. Как-то так. В принципе, у меня на этом все. Кому понравился данный видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. Также не забывайте пользоваться моим сайтом. Ссылка на него всегда будет в описании. А с вами был Исбан. Всем удачи. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok